Дорогие друзья, приветствую вас! В этом видео я расскажу, покажу непосредственно, как я борюсь с экземой. У меня есть много видео по поводу лечения экземы. И сразу предупреждаю, я совершенно не медик, просто это мой личный опыт, я им делюсь. И я вас всех призываю в первую очередь обращаться к специалистам по этому вопросу, не заниматься самолечением. Но все-таки бывают ситуации, когда вы не можете пойти к врачу, или выходили несколько раз, но эффективной помощи так и не получили. В общем, в такой ситуации меня спасает простой домашний метод, о котором я уже снимала видео. Но сейчас я покажу более детально, что ли. В общем, вот, мои руки сейчас в таком состоянии. Сейчас я сделала уже пару ванночек, поэтому картина может быть несколько сглажена. Но все равно здесь, по-моему, хорошо видно, в каком состоянии кожа. То есть без ванночек, без мази, без ношения перчаток резиновых. Все это, кожа выглядит еще суше, трещины более глубокие, кусочки кожи торчат, топорщатся. На этой руке у меня ситуация похуже. И мы с вами сделаем простой замер. Сейчас я покажу, как я делаю эту ванночку. А потом посмотрим, что будет через несколько дней приема таких ванночек. Ванночку, ну, хотя бы раз в день я делаю, да. И, кстати, вот лицо у меня тоже поражено экземой, но на лицо такую ванночку не сделаешь, к сожалению. Я беру обычное вот такое ведерко пластиковое. Набираю туда самой горячей воды, какую выдает наш кран и какую могут терпеть мои руки. Набираю половину литрового, ну, это не литровый, 900 мгл. Половину, можно чуть поменьше, поскольку я туда буду погружать обе кисти. Вот на левой руке у меня вот такое состояние. Чуть полегче. Насыпаю сюда соли. Соли из расчета, как я говорила в прошлом видео, не меньше, чем столовую ложку на литр воды. Если можете позволить себе большую концентрацию, делайте больше. В общем, столовая ложка на литр минимум. И вот я погружаю туда руки. Видите, вода настолько горячая, что я не могу долго держать там руку. Опускаю, но вода остывает быстро, поэтому такие погружения тоже работают. Заодно и размешиваю соль. Такими движениями. Смотрите, не обваритесь. Довольно горячо. В общем, так я могу делать долго. Так, как только почувствуете, что можете опустить туда обе кисти, опускайте. Ой, нет, эта рука не терпит. Там вот, где поражена большая площадь, поражена большая площадь этой экземы и этим процессом, она терпит почему-то горячую воду лучше. Вы себя настраиваете так, что горячая вода как бы запаивает вашу кожу. Я не знаю, как на самом деле это происходит, но мне вот чисто психологически это помогает терпеть вот этот. Если смотрят специалисты, что вы думаете по этому поводу? Но, как показывает мой опыт, специалисты мне помогли только один раз. Ну, о чем я рассказывала в своем предыдущем видео, пятилетней давности. Я даю вам ссылку на это видео. Ну, перескажу еще раз. Самое первое лечение, которое я получила, было очень агрессивным. Резко выгнать, прекратить этот процесс выработки гистаминов, да, как я понимаю, если рассматривать экзему как процесс аллергический. То есть организм, простыми словами, организм почему-то начинает сопротивляться чему-то в организме, чему-то, что поступает в ваш организм. Ну, я так полагаю, на сладкое, например, то есть конкретно на сахар, видимо. Еще на что-то, на все у меня экзема реагирует. Специалисты, поправьте мне, объясните все правильно. И в результате чего получаются такие явления на коже. То есть вот так вот организм борется с чем-то, что вы вводите в организм свой. Мне прописали антибиотик, мне прописали горячие уколы, глюканат кальция. Мне прописали какие-то мази, также антигистаминные. Ну, какую-то мазь, такую гормональную, типа элакома. Какую-то мазь негормональную, типа салициловой мази. Я сейчас уже точно не помню. Наверное, какие-то витамины для кожи, которые хорошо работают. Ну, там элементарно витамин Е, витамин А, что-то кололи. Наверное, витамин В, чтобы бороться с... Ну, это же все-таки какой-то воспалительный уже процесс, как я понимаю. Так, и что еще? Ну, естественно, поскольку все это убивает микрофлору кишечника. Ну, я имею в виду и горячие уколы, и антибиотик прописали эссенциали. Нет, подождите. Хилак Форте. То, что работает на заселение кишечника полезной родной микрофлорой. В общем, у меня был список из 10 каких-то пунктов. Я ходила в стационар, делала горячие уколы и антибиотики. Антибиотики, по-моему, мы дома кололи сами. Вот. И таким образом за 3 дня у меня кожа вся подсохла. Экзема у меня занимала полу лица. Вся сочилась и текла. И, в общем, Новый год я встретила с чистым лицом, с чистой головой. Потому что из-за этого мне трудно было голову помыть, мочить нельзя было. Следующий курс я принимала уже совершенно недавно, в 2017 году. Причем 2 раза или 1 раз? 1 раз. Там уже было более мягкое лечение. Мне прокапали какое-то средство. К сожалению, я сейчас не помню, если я найду документы. Потому что я специально вроде бы сохраняла для своего блога. Но сейчас, если найду эти документы, я напишу, какой именно курс лечения. Внизу, в описании к видео, будут эти препараты. Ну, в общем, прокапали меня каким-то препаратом, когда я ничего не объясняю. Потому что был кожевый диспансер, бесплатное лечение. Особо там не церемонятся с пациентами. Не слишком болеют за результат конечный. Поскольку там идет такой поток, такой вал, им лишь бы успеть обработать все это, записать, заполнить нужную документацию, результат лечения не так важен для них. Вот. Когда я спрашивала, что это за препарат, они объяснили, что это противоаллергический. Как будто бы. Так, кроме этого, дали мазь, опять-таки, бесплатно. Называется Модерм. Это украинского производства. Мазь тоже гормональная. Как это называется? Кортикостероиды. Салициловая мазь. По-моему, это все, что мне давали. А, также мне прописали что-то успокаивающее нервы. Кремлевскую настоечку, которая состоит из смеси ну вот этих всех сердечных спиртовых настоек боярышник, валерьяна. Ой, я забыла. В общем, каких-то 5 или 4 компонента. Корвалол. Все это смешиваете в равных частях и выпиваете по чайной или столовой ложке 2-3 раза в день. Или 1-2 раза в день. Ну, кстати, хорошо работает. Вы перестаете нервничать, действительно. Она так успокаивает. Может быть, даже это работает как плацебо, скорее. Но это тоже все равно результаты. Это хорошо. Так. Ну вот, вода уже остывает. И уже можно спокойно. Но я все-таки держу до полного остывания воды. В общем, чтобы ванночка была максимально эффективной. Так. Ну, в общем, мне нужно спешить на работу. Поэтому я очень долго держать. До полного остывания. До комнатной температуры держать не буду. В общем, вот после такой ванночки руки выглядят так. Их надо осушить. Так. У меня вафельное кухонное полотенце. Оно чистое. Хоть и не глаженное. Обсушиваем. Вот видите. Обрывочки кожи лезут. Так. И смазываю салициловой мазью, либо элакомом гормональной мазью. Но сейчас у меня ни того, ни другого нет. Элакомом желательно не чаще одного раза в день массы. Многие мне пишут, что это гормональное, вредно. Вот увидите. Ну, может быть, кто-то увидит. Я пока что не вижу вреда. И только элаком меня спасает. Потому что, когда такое происходит на лице, это же просто. Любой человек любого пола меня поймет, как это неприятно. Никто не безразличен к своему лицу. К состоянию кожи своего лица. Так. Поэтому я беру кокосовое масло. Да. Подсолнечное масло не подходит. Оно подсушивает. Ну, мой опыт показывает. Оно способствует еще большему высушиванию кожи. А нам нужно все-таки увлажнение. И чтобы масло помогало удерживать, поддерживать нормальный уровень влажности кожи. Вообще, я вам скажу, когда я ездила во Вьетнам, мы жили в курортном городе Нячанги. Там климат... Ну, вообще, я имею в виду, не конкретно именно Нячанг, а любой город с повышенной влажностью для моей кожи был благотворен. Из-за влажности у меня разгладилась кожа. Практически у меня не было. Экземы лицо разгладилось. Сразу же минус 10 лет состояние кожи было. Вот. И... В общем, влажный воздух очень полезен. А вот наш воздух у нас... Я живу в Сибири. У нас резко континентальный климат. Воздух довольно сухой. И к тому же у нас всегда работают батареи отопления, ну, в зимний сезон. И... Вот нет ничего вреднее для моей кожи, чем иссушающий воздух батарей. Это просто катастрофа. В общем, вот смазываю руки и, ребята, я надеваю перчатки. Так мне порекомендовал врач нынче, в прошлом летом. И... В общем, это работает. Это позволяет удерживать вот эту влагу. Потому что если вот сейчас вы походите, масло моментально впитается, и кожа вновь придет в свое сухое состояние, и начнут вот эти корочки отколупываться. Вот. А перчатки вам помогают удерживать. Но, конечно, это тоже не очень хорошо. То есть не злоупотребляйте этим. Врач мне рекомендовал 3 дня ходить в перчатках, не снимая, делать все в перчатках, рук не мочить, и посмотреть, что будет с кожей. Это действительно помогло. Ну, в общем, я вот вам это демонстрирую как экстренную меру. Меру экстренной и очень краткосрочной помощи. Такой вот как ударная доза. То есть злоупотреблять этим нельзя. И вот так вот я сегодня буду ходить в перчатках. Перчатки я вам рекомендую брать диагностические. Вот эти перчатки малайзийского производства, по-моему, очень хорошие перчатки. В них можно работать со смартфоном. Это размер S. У меня маленькая рука, и, в общем, вот они мне подходят хорошо. В общем, берите размер перчатки точно по руке, как можно ближе к вашему размеру руки. Посмотрите, вот на третий день руки выглядят так. Это при том, что вчера, на второй день, я не делала солевых компрессов, солевые ванночки. Ну, по моим ощущениям, ситуация намного стала лучше. Так, сейчас я к свету больше развернусь. Беспокоит меня только трещина вот эта. Она затянется, если я буду продолжать солевые ванночки, горячие солевые ванночки, и это тоже пройдет. Но я все-таки не удержалась и купила мазь элаком. Хотела, чтобы эксперимент был чистым, без гормональной мази, но нет, я не могу выдерживать. Я не могу терпеть это. И на лице у меня красные пятна. Хотелось от них избавиться. Так что, в общем, идем к улучшению. Так, еще через два дня руки выглядят вот так. Трещины как бы затянулись, но еще недостаточно уверенно. Я хочу сказать вам, вы на этот период воздержитесь от того, чтобы мочить руки. То есть, хозяйственные дела вам придется отложить. Чтобы умываться, используйте перчатки. Вот, кстати, вот так выглядит упаковка перчаток. производства. Вот так здесь написано Германия. Ну, это лицензия. А вообще произведены они в мази. В трех размерах идет. У меня эска. И 10 пар, да, в этой упаковке. Ну, сейчас пойду умываться, надену перчатку. Так вот она выглядит. Так, ну вот, показываю еще раз руку. Ванночку вчера я не делала. А, нет, вчера делала. Вот. Ну, старалась руки совсем не мочить. Эту руку я намочила. Все-таки умывалась одной рукой, потеряв перчатки. Вот. Ну, посмотрим, что будет дальше. Так, друзья, сегодня пятый день. Вот, посмотрите, в каком состоянии руки. Вот. Зуд почти исчез, но если это, если поддерживать это состояние, то есть поддерживать должен уровень влажности, продолжая носить время от времени перчатки, то есть, когда мне надо умыться, помыть посуду, я надеваю перчатки. И раз в сутки наношу крем и лаком. Пожалуй, это все. Но, вчера я не проводила, не делала ванночку из соли, поэтому сейчас сделаю. Так, вот так руки выглядят после ванночки. И мы сейчас смажем белоком. У меня крем, потому что есть формула мази, она, ну, на основе вазелина. Мазь используется более экономично, но финиш у мази, конечно, жирный, для лица это не годится. Поэтому я использую крем и лаком. По моим впечатлениям, в два раза экономичнее мазь, чем крем. Но крем удобнее. Так, вот руки на седьмой день, или на шестой, поела сладкого, и снова начался зуд. В общем, вывод отсюда такой. Все-таки на этот период придерживайтесь диеты строгой. Ну, я имею в виду, не ешьте сладкого, соленого, жареного. Чего там еще? Жирного, цитрусового, алкоголя, острого. Ну, в общем, не раздражайте свой организм такой пищей. И вот будем спасаться. Практически почти излечилась. Буду спасаться снова ванночкой. А то вчера вообще не было зуда. И я даже вчера позволяла себе есть сладкое, но сегодня, видимо, все, последняя капля была. Поэтому вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok